Дорогие наши зрители, а сейчас мы с вами в рамках путешествия одного дня, путешествия выходного дня, отправляемся в город Переславль-Залезский. Это один из самых чудесных, древних, малых городов России, входящих в Золотое кольцо. Напоминаю, что наше путешествие было в течение одного дня, и первым городом у нас был Ростов. А потом мы поехали на обратном пути уже в Москву, поехали в Переславль-Залезский. Можно это сделать и наоборот. Как правило, мы раньше делали это именно наоборот. Мы сначала заезжали в Переславль-Залезский, потом ехали в Ростов, Ярославль и так далее. Ну, смотря сколько у вас есть времени, сколько у вас дней, выходных, два, три и так далее. Один раз мы так вот поехали-поехали с Аллой и доехали и до Вологды. В общем-то, поэтому путешествие бывает разным. Но в любом случае оно будет приятным, насыщенным, положительными эмоциями. Вы окунетесь в историю России, увидите такие красивые, настоящие русские пейзажи, храмы, монастыри. Вот сейчас Никитский мужской монастырь, мы с вами сюда вернемся на обратной дороге. Это уже на окраине, можно сказать, Переславль-Залезского, прямо на берегу Плещеевого озера. Мы сейчас подъезжаем в национальный, заезжаем в национальный парк Плещеевого озера. И нашей целью, первой целью, ну просто по дороге из Ростова, первая цель это так называемый Синий Камень. Его называют Священным Камнем, который лежит на берегу Плещеевого озера. И раньше здесь было древнее городище Клёщин или Клещин, как правильно, честно говоря, не знаю. Ну, считается, это один из немногих подлинных ритуальных объектов, сохранившихся со времен языческой Руси. Как видите, 50 рублей надо заплатить, чтобы пройти к камню. Вот так вот интересно очень-то получилось. Что-то из Ильфа и Петрова напоминается. Раньше этот камень просто лежал на берегу озера, и все, кто хотели к нему, проходили, садились, гладили, прыгали по нему. Ну, все, что кто хотел, то и делал. А теперь, пожалуйста, касса, 50 рублей, билетик и иди спокойно к синему камню. Раньше здесь устраивались возможные, ну, имею в виду раньше, там, в историческом прошлом, там, буйные веселья, пляски, костры жгли, особенно вот праздник Ивана Купала. И как священники не боролись с этим, ну, в общем-то, с народом было бороться сложно. Народ на Руси и в церковь ходил, и языческие праздники отмечал. Ну, так вот у нас на Руси повелось. Что этот праздник лечит, я не знаю. Вообще, не буду долго рассказывать. Это очень интересные истории, очень длинные, большие. Я просто внизу под фильмом обязательно напишу большой рассказ о синем камне. Почитайте. И не забывайте читать комментарии. Я постоянно это говорю, а многие люди не читают. Внизу кадра я делаю комментарии, где рассказываю коротко о том, что вы видите в кадре. Вот тут много занимается на озере спортсменов. Забыл, как этот снаряд спортивно называется. Как-то на Кэ. Катлин, Кэтлин. Вспомню, скажу. Такая вот идет деревянная дорожка к берегу Плещеевого озера, где все фотографируются. Ну что, посидев на синем камне, мы отправляемся дальше. Сейчас мы с вами пешочком пройдем на Александрову гору. Или еще по-другому ее называют Ярилина. Это такой небольшой холм, примерно 170 метров высотой. На нем стоит крест. Здесь были археологические раскопки, которые подтвердили, что здесь раньше были поселения финно-угорские. Есть такое предание. А внизу вот пляж. Горицкий Успенский монастырь, ныне Переславский музей-заповедник. Мы туда чуть попозже тоже с вами поедем. Вот видите, как отсюда хорошо видно. А потом от этого музея мы посмотрим уже сюда. Что это за такое городище, я, честно говоря, не знаю. Это видно, что это современная, конечно, постройка. Есть предание, что эту гору соорудил великий князь Александр Невский. И здесь он где-то провел свое детство. Мы отправляемся в город Переславль. А по дороге, как я и обещал вам, заедем в Никитский мужской монастырь. Вот он, видите, на заднем плане, вдали, у дороги справа. Великолепный, красивый. Этот монастырь основан аж в 12 веке. Представляете? А по некоторым преданиям даже в 11 веке. Здесь есть три храма. Это храм, собор Никиты Мученика, Церковь Благовечная Пресвятой Богородицы, Церковь Архангела Гавриила в колокольне, вот вы сейчас ее видите, и Часовенька там со святой водой. Целебный источник преподобного Никиты. В монастыре находятся такие святыни, как мощи и вериги преподобного Никиты Столпника, мощи преподобного Корнилия Переславского. До 16 века все постройки в монастыре были деревянными. И только в 1528 году, по велению князя Василия III, здесь сооружается одноглавная каменная церковь. А основное строительство, то, что вы сейчас видите, было выполнено уже при Иване Грозном, в 60-е годы 16 века. Особую широкую известность монастырь приобрел с того времени, как в ней прославился своей подвижнической жизнью преподобный Никита Чудотворец. Слава этого подвижника выходила далеко за стены обители. Никитский монастырь неоднократно подвергался разорению со стороны литовцев. В 1611 году был полностью уничтожен, опустошен. Но благодаря щедротам царя Михаила Федоровича был восстановлен. Замечательный монастырь. Он стал действующим в нынешние времена, в 1994 году. Сейчас восстанавливается, реставрируется. Здесь идет жизнь, проходит служба. К сожалению, когда мы приехали, началась вечерняя служба. Я не смог найти батюшку, который бы смог дать мне благословение на съемку внутри монастыря. Но, как говорится, какие наши годы. Все еще впереди. А сейчас мы отправляемся в Переславль-Залезке, до которого здесь буквально 2-3 километра. Дорогие наши зрители, Мы отправляемся с вами в сердце города Переславль-Залезский, Успенский, Горецкий монастырь. А ныне это музей. Основан этот монастырь считается в начале 14 века при Иване-Калите. Почему точно неизвестны даты? Дело в том, что там был большой пожар в 18 веке. И погиб, сгорел весь монастырский архив. А ныне это, как видите, Переславль-Залезский, государственный, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, в Переславль-Залезский, мы приходим в этот монастырь. Здесь приятно прогуляться. Памятник Юрию Долгорукому, как считается, основателю и Москвы, и Переславль-Залезскому. Одно нам печально, что 20 лет мы сюда ездим, даже может 25-30, первый раз, когда мы приехали, и ничего не меняется в сторону улучшения, к сожалению. Ничего. То есть, как мы тут были в прошлом столите, так и сейчас ничего не поменялось. Ничего, к сожалению, большому сожалению. А ведь потрясающей красоты монастырь, потрясающий город, золотое кольцо России. А почему-то... Вид отсюда открывается на озеро. Вид потрясающий на озеро Плещеево, на город. А такое впечатление, что за все это время сюда ни копейки денежек не вложили. Даже не покрашено. Вот мы с аллой кошкой сидим в нашем любимом окошке на Звоннице и смотрим на всю эту красоту. Храмов здесь очень много. 20-30 храмов всевозможных, которые можно прямо из этого окошка практически все увидеть. А вот смотрите, если присмотритесь, вот то городище, ну, синий камень точно не видно, а вот Александру гору точно можно увидеть. Мы сейчас находимся на противоположной стороне Плещеево озера. Помните, когда мы были на Александровой горе вместе с вами, я вам показал этот монастырь и сказал, а скоро мы будем смотреть с той стороны, вот именно с этого монастыря. Ну, что вам сказать? Те, кто любит историю России, обязательно сюда приезжайте, ну, так скажем, прикоснуться, почувствовать историю Руси. Кто любит просто прогуляться в старом древнем парке, в старом древнем монастыре, милости просим. Недавно здесь открыли храм, который уже действующий, где можно зайти, поставить свечку, помолиться. Сейчас я вам эту церквушку покажу. Она прямо находится в воротах, она в одном комплексе, вот она сейчас, Николай Чудотворцев, вот эта церквушка, она над святыми вратами стоит. Вот, поэтому обязательно посещению. Нет, здесь очень приятно, очень приятно. Конечно, особенно выйти вот на этот бугорок и посмотреть на Переславль-Залеский. Но обычно мы с этого начинаем посещение города Переславля. Следующей точкой, которую мы вместе с вами посетим сегодня в Переславль-Залеске, это тоже, я считаю, обязательное место. Это музей-усадьба, ботик Петра Первого. Ведь именно здесь, на Плещееве озере, родился наш военно-морской российский флот. Именно здесь Петр Первый, еще мальцом, еще мы тут были, не знаю, 15-16 лет, он начал учиться военно-морскому делу. Он, здесь было так называемое потешное войско у него. И они проводили настоящие, пусть потешные, пусть учебные, ну потешные, это слово, не думайте, что потешные, это слово, значит, смешные. Если переводить на военный язык, здесь они проводили учения, первые учения, которые заложили основу военно-морского флота России. Поэтому это очень важное место, особенно, если вам близок, например, военно-морской флот. Вот здесь, вот в этом домике, в этом таком маленьком дворце, находится настоящий ботик Петра Первого, одна из тех лодок, вот вы сейчас видите ее, на которой Петр Первый плавал и сражался на Плещеевом озере. Кстати, Плещеево озеро было, по историческим документам, почти в два раза больше по площади во времена Петра Первого. Вот такие вот дела, чтобы вы так знали. Здесь есть несколько музеев, вы можете их посетить. К сожалению, мы приехали уже после 18 часов. Да, практически к закрытию, ведь у нас прям пустили. Да нет, не то, что практически, а к закрытию, да. Мы приехали, а уже нас... Вот мы сейчас стоим, фотографируемся, а рядом с нами стоит охранник, нервно, как говорится, пожимает руками и показывает, мол, давайте, давайте отсюда, вот, сматывайте, вот он. Туда, туда. Котор Первый. Котор Первый и кошка-капитан Ботика. Обязательно здесь можно сходить, вот, осторожно, да, вот здесь, имейте в виду, на этом мостике можно поскользнуться. Обязательно сходите к Плещевому озеру. Здесь есть пляж, особенно, хороший этот пляж для детей, потому что очень мелко. Вот этот мужик впереди идет, который вы видели, в красных трусах, да, и у него рост не 3 метра, как вам может показаться, он метр 60, просто там так мелко. Вот, ну что, едем дальше. Сейчас мы едем с вами в самый центр Переслава-Залесского. У нас был такой план, очень интересный, о нем я сейчас расскажу в следующей части нашего фильма. А вот мы проезжаем снова мимо Горецкого монастыря и музея Переслава-Залесского. Ой, хорош! Хорош, да. После Ботика Петра мы с вами едем на речку Трубеж. Вот она, такая голубенькая на карте. река Трубеж, она небольшая, длина ее всего 36 километров, и она, в общем-то, дает основную воду для Плещеева озера. Мы сейчас вот в центре, большая площадь, здесь находится администрация города Переслава-Залеска. А вот река Трубеж, потрясающая река, и вы знаете, вот для меня, ну, для меня лично, читайте, не забывайте, вот внизу я пишу титры, потому что, ну, не все, не всегда я могу успеть вам сказать. Для меня лично, в Переславе-Залесском, самая большая красота для меня, вот, просто поймите меня правильно, для меня это вот эта река Трубеж. Вот этот городок, ну, тяжело сказать, что это город, да, потому что, посмотрите, вот такие русские, настоящие русские деревенские дома, по берегам этой речки. Вот рыбаки сидят, вышли из дома, взяли ведерочка, да, и рыбачат. Дети купаются. Дети, да, тут же выскочили со двора и купаются в этой реке. А раньше здесь выходили женщины и полоскали белье. Я скажу тебе по секрету, по секрету, они и сейчас выходят и полоскают. Мы буквально несколько лет назад, вот просто, я ожидал, что мы увидим такую женщину обязательно, мне хотелось заснять, но мы вот прошлый наш приезд, мы видели, один или два раза стоит, полоскает, ну, что такого. Не у всех есть стиральная машина. Потрясающе, потрясающе, мой младший братик. Вот смотри, сколько храмов. Куда и голову не поверни, налево, направо, везде храмы, храмы, потрясающей красоты. Вы знаете, я не буду вам голову, как говорится, забивать этими храмами. Я могу каждый из этих храмов подписать. Вот мы сейчас идем с вами по древнему валу, так скажем, крепости. Вот, вы посмотрите, только вот, я вам карту просто показываю, сколько храмов Переславль-Залезки. Ну, не буду я вам голову забивать. Кому это интересно, сами найдут. вот, а мне больше по душе вот такая козочка, вот эта речка. Да, самое главное, чуть не забыла, я хотел сказать, главная цель нашего, нашей прогулки была, но она не осуществилась. Мы очень хотели прокатиться на моторной лодке по реке Трубиш, и прокатиться, и выехать туда, где, уже в озеро, да, очень хотели. У нас было такое, да, но сейчас у нас, у нас не получилось, к сожалению, и это мы хотели сделать, ну, как такое, знаете, мощное завершение нашего фильма Переславль-Залезкин. Я был очень, 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 очень огорчен, мои дорогие зрители, что это не, не получилось. Да, вы сейчас видели тот храм, ну, я специальные таблички снял, чтобы посмотрели. А посмотрите, сколько музеев, кто любит музеи, посмотрите, и тут 20 или 30 всевозможных музеев в городе Переславль-Залезкин, чего только нету. Да. И главный храм, расскажи, конечно. Главный храм, это стоит как раз там, где рядом родился Александр Невский. Я же там все таблички специально показал. Я надеюсь, что вы все это... Храм 12 века, очень интересный. Что вы все прочитали. Вот мимо проезжаем, машем его рукой, говорим, до свидания, Переславль-Залезкин. До новых встреч. До новых встреч, потому что мы обязательно сюда приедем. Обязательно. Ну, по крайней мере, у меня осталось вот это вот чувство, что я должен по этой речушке проплыть и показать вам эту красоту, вот этой тихой-тихой деревенской речушки. Это такая прелесть. Здесь очень красиво осенью. Да и осенью. А только я зимой. Мы, может, зимой приедем и на коньках прокатимся прямо по этой речке. Не уходите далеко, мои дорогие зрители. Наши путешествия продолжаются по Россию, по миру. Путешествуйте, путешествуйте, путешествуйте. До свидания. До свидания.